И в светлый праздник мы снова в деле. Над выпуском работали, а не говели. Искали, писали, сопоставляли. И что написали, то и отсняли. Дела в мире бокса, ну, пока не очень. Только одни слова, между прочим. Во-первых, все задницы друг другу надрать обещают. Но задницы почему-то так и не надирают. Во-вторых, каждый считает себя чемпионом. Заявляя об этом нахальным тоном. И в-третьих, в-четвертых, одни лишь слова. Когда язык в мозолях, но голова цела. Но мы слов на ветер просто так не бросаем. И выпуск The Ring Show для вас представляем. Приветствую всех любителей бокса. На прошлой неделе нас всех постигла невосполнимая утрата. К небесному рингу ушел великий человек, великий тренер и великий учитель Увайс Байсангуров. И так же от коронавируса скончался известный рефри Эдди Каттон. Господи, упокой их души. Покойтесь в мире. Субтитры создавал DimaTorzok Чемпионы, поставленные на паузу пандемии коронавируса, не нашли ничего другого, как в то свободное время, которое остается у них после тренировок и домашних дел, соревноваться у кого толще бицепс и длиннее язык. Они бросают вызов друг к другу, ну а поскольку проведение поединков пока невозможно, то они изгаляются в словесных баталиях. Хулио Сезар Чавес-младший, не выйдя из каннабисово-стероидных галлюцинаций, решил, что он именно тот боец, который нужен Геннадию Головкину для того, чтобы провести поединок в сентябре этого года. Причем Чавес на полном серьезе, ребята, заявляет о том, что бой против Геннадия Головкина будет не только трудным, но и очень зрелищным и интригующим. И в этом поединке Чавес уже увидел, как он побеждает Геннадия Головкина. И не просто побеждает, а побеждает нокаутом. Я думаю, что если Чавес-младший продержит себя еще в этом галлюциногенном состоянии, он сможет нокаутировать и Сауля Альвареса, и даже Тайсона Фьюри. Недалеко ушел и от Хулио Сезара Чавеса Дэвин Хейни, который заявил о том, что он никогда не проиграет парням с белым цветом кожи. И когда его упрекнули в расизме, Дэвин начал говорить, ну, это вы меня не так поняли, все вырвано из контекста, просто сегодняшние чемпионы в легком весе, заявил он, имея в виду, конечно, Василия Ломаченко и Теофима Лопеса, парни, у которых белый цвет кожи. А вот им-то я никогда и не проиграю. Феерический чудак. Энтони Джошуа, похоже, готов стать вторым Дэвидом Копперфильдом, поскольку пообещал пройти сквозь не только Диантея Уайлдера, но и Тайсона Фьюри, и даже не заметить их. Естественно, Энтони Джошуа заявил о том, что он хочет провести поединки против Уайлдера и Тайсона Фьюри. Правда, когда и как он это сделает, ежели Диантею и Тайсону предстоит провести третий поединок. Ну а самому Джошуа сначала нужно защитить титул чемпиона мира по версии IBF против Кубрата Пулева, а потом и по чемпионам мира по версии WBO против Александра Усика. Чемпион мира по версии WBC и IBF во втором полусреднем весе Эрол Спенс заявил о том, что хочет провести поединок против обладателя пояса чемпиона мира по версии WBO Уалтер Вейт Терренса Кроуфорда. Однако Кроуфорд заявил, Ну я не думаю, что Эролу Спенсу нужно сразу возвращаться в ринг в поединке против меня. Дело в том, что после автомобильной аварии, напомню, которая состоялась в конце ноября прошлого года, Эрол Спенс еще не пришел в себя и не набрал нужной формы, чтобы достойно мне противостоять. И если я его одолею, никто не оценит моей победы, поскольку скажут, что я побил боксера, утратившего весь свой лос и все свое мастерство в пьяной автомобильной аварии. Тем временем во втором полусреднем весе сложилась ситуация, которая достойна нового бразильского телесериала. Дело в том, что бывший обладатель титула чемпиона по версии WBA Кит Терман заявил о том, что, дескать, хочу выйти в ринг против Терренса Кроуфорда. Терренс Кроуфорд ему сказал, мальчик среди чемпионов нет места неудачникам. И тогда Кит Терман заявил, что он хочет выйти в ринг против Мэнни Пакьяу, которому, собственно говоря, и проиграл в чемпионском поединке. И тут возникает Пол Малиньяджи, который заявляет, парни, посмотрите на Мэнни Пакьяу, он практически 30 лет в боксе и не стареет. Как вы думаете, почему? Или Пакьяу выдумал рецепт вечной молодости, либо он просто жрет стероиды. И Пол Малиньяджи уверен, что последнее как раз Мэнни Пакьяу и делает. В своем недавнем интервью Сергей Деревянченко заявил о том, что его менеджер Кит Конноли якобы договаривался о проведении поединка против Сауля Альвареса, который должен был состояться 2 мая и, естественно, должен был быть приурочен к национальному мексиканскому празднику Синько де Майо. И у нас тут возникает вопрос, как и когда с кем Кит Конноли мог договариваться о поединке Сергея Деревянченко против Сауля Альвареса, если командой Сауля Альвареса было заявлено, что он продолжает свою профессиональную карьеру во втором среднем весе, а Оскар де Лахоя долгое время материл чемпиона мира по версии IBF Калеба Плэнта в том, что он слишком много хочет денег. Впрочем, как и за то же он материл чемпиона мира по версии WBC Diamond и WBA Super Калума Смита, и в конце концов договорился с чемпионом мира по версии WBO Билли Джо Солдерсом, то есть с парнями, которые являются чемпионами во втором среднем весе. Или Сергей решил подняться в супер-миддлвейт, либо он... Вы будете смеяться, но Фрес Акенда, который с июля 2014 года не провел ни одного поединка, снова признан окружным судом штата Нью-Йорк обязательным претендентом для защиты чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе своего чемпионского пояса. Напомним, что тот же суд в январе 2018 года уже признавал Фреса Акенда обязательным претендентом, и Фрес Акенда даже выиграл торги у Мануэля Чара для организации поединка, который должен был состояться в мае 2018 года. Но, как оказалось, у Фреса Акенда нет денег, чтобы заплатить обязательный невозвращаемый залог в сумме 100 тысяч долларов. Естественно, поединок не состоялся, права на организацию этого боя получает Мануэль Чар, и поединок должен был состояться в Кёльне 29 сентября. Но в начале сентября выяснилось, что Мануэль Чар принимает жуткие стероиды, за что и был легонько наказан Всемирной боксерской ассоциацией. Он получил небольшую дисквалификацию и мизерный штраф. В этом же году было признано, то есть комитет по проведению чемпионских поединков WBA заявил о том, что Мануэль Махмуд Чар должен защитить свой титул против обязательного претендента Тревора Брайана. И даже промоутер Брайана Дон Кинг выиграл торги, предложив в качестве призового фонда 1 миллион долларов и совершил все обязательные платежи. И знаете, что самое интересное? Что родоначальником традиции выигрывать чемпионские титулы и позиции обязательного претендента в суде является Дон Кинг. Помните, после того, как Ленокс Льюис победил Эвандера Холлифилда, именно Дон Кинг лишил Ленокса титула чемпиона мира по версии WBA, устроив резиновые три поединка Эвандера Холлифилда против Джонни Руиса. И теперь, поскольку прецедент создан, Фресса Кенда этим воспользовался. Поэтому очень интересно, как Дон Кинг будет разруливать сложившуюся ситуацию. 31-летний польский крузер Артур Шпилько, который с 7 мая феерически выиграл у Сергея Радченко, оказался под настолько тяжелым прессом негатива со стороны фанов, что просто вынужден был заявить о том, что готов провести против Радченко второй поединок. Но пандемия коронавируса помешала этому случиться, и Артур Шпилько, находясь на самоизоляции, вдруг заявил, что против Сергея Радченко он не будет выходить в ринг, но готов выйти в ринг против 43-летнего Томаша Адамика, который заявил о завершении, окончательном, точнее, завершении своей профессиональной карьеры, и о том, что готов провести прощальный поединок. Напомним, что в 2014 году Артур Шпилько уже побеждал Томаша Адамика, и что у нас получается? Артур Шпилько настолько боится Сергея Радченко, что готов выйти в ринг против бойца на 13 лет старше себя, и которого он уже побеждал. Вот и все, о чем мы хотели рассказать в этом выпуске The Ring Show. Заходите на наш YouTube-канал, подписывайтесь на него, делитесь нашими видео, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, ищите нас в социальных сетях и пабликах Instagram, Twitter, Viber, Telegram, пишите нам по адресам наших электронных почт, и, конечно же, заходите на наш информационно-аналитический ресурс theboxing.com.ua, там есть очень много информации и аналитики. И помните, где бы вы ни были, и что бы с вами ни случилось, берегите себя, своих родных и близких, и, конечно же, все будет бокс. Субтитры сделал DimaTorzok